всем привет друзья сейчас находимся на охоте на осенний конец октября месяца вот хотим сделать обзор на палатку maverick cosmos 400 который уже на протяжении наверно третьего сезона активно используется нами вот заимели мы вторую такую палатку как говорится на два лагеря чтобы не катать лишний раз ну вот одну из них maverick 400 космос сейчас сделаем обзор достали ее из мешка вот мешок лежит и сейчас юра ее будет один устанавливать ну по видео посмотрите сколько это времени займет нам начинаю потом немного расскажем о ее особенностях и что идет в комплекте с палаткой на улице сейчас ветра нет в принципе она и ветер устанавливается несложно одному человеку я думаю минуты две максимум это займет бывало она у нас и сильные ветра приходилось ее оттягивать но не подвела нас и укрывала от осадков и ветра весенние осадки они такие по инструкции вообще написано что собирать нужно снизу но практика показала что лучше всего это делать сверху так как меньше всего идет нагрузки на боковые ножки сверху собрал потом собираешь нижние ножки сначала вверх потом периметр и нижние ножки стойки собираются элементарно оттянулась защелкнулась подпружиненный фиксатор стал на место технические характеристики я точно сказать сейчас не могу наверно 4 на 4 до из 400 июля 410 даже за но увы да вот секундомер сработал не знаю но не более двух минут одному человеку и установить вот если не считать во внимание брать во внимание оттяжки которые у нее также предусмотрены оттяжки по всем дугам и вот в этих узлах также есть оттяжки на случай сильного ветра но оттяжка мы очень редко пользуемся вот ставим как правило там три-четыре оттяжки со стороны предполагаемого ветра и этого в принципе хватает единственное что когда сильно ветер поднимается оттягиваемый и нижние части пришпиливаем здесь вот такие вот серьезные проушины которые сбиваются колики расскажи чуть-чуть о комплектации что у нее вот как раз какие колики что там молоток не молоток он на это компания мавери не поскупилась на развитие инженерной мысли и сделали очень качественный каркас а самое главное очень удобный очень прочный и достаточно долговечный кроме того помимо самого шатра комплектацию входят стоечки такие стоечки мы тоже редко когда ставим но они есть вот такие стойки на быстро разъемном соединении с помощью которых оттягивается козырек у этой палатки ну да если идет дождик то можно еще даже там как тамбур получается небольшой то есть не заливает приступок палатки или не засвечивает солнцем если погода теплая комплектацию палатки входят вот такие вот яркие веревочки оттяжки которые крепятся вот ну как здесь вот сюда их надо крепить за узел за паука за это называемого очень удобно от них за них оттягивать потому что сразу оттягивая за этот узел вы держите и эту дугу и эту и эту и эту то есть сразу пять дуг держится если оттянуть одну одну грамотно и очень здорово цвет тоже подобран не просто так такой яркий потому что люди очень часто спотыкаются веревки не видеть такую веревку сложно комплекте идет я все не буду доставать ну да да вот такие вот колышки пластиковые колышки пластик очень качественные очень прочные выдерживают удары забитие в том числе в мерзлый грунт у нас еще там молоток идет не сейчас я покажу производитель положил не просто ложки но еще и пластиковый молоток он тоже не разбивает пластика пластика стучит достаточно мягко пластик вязкий полик такой хороший ну да какой-то боится на это молоток достаточно увесистый ну хорошо сбивает эти колышки большая площадь контакта не маленький точечкой пытаться по нему нужно вот большая пятно контактную инструкции идет и ремкомплект идет не знаю его дома выложу нет ремкомплект палатки идет еще клей клей здесь нет здесь есть ткань две ткани вот на двух цветов про уши на такой про уши на и вот такой вот карабинчик он сережку гуку на 3 до служит для удержания ну да и со съемная верхняя часть крыши она съемная даже скажи по вентиляции сколько у нее входов и есть же москитная сетка да все предусмотрено сейчас все пока чем хороша еще это этот шофер то что у него как его не поставил в какую позицию не поставил как не поменялся ветер поменялись обстоятельства какие-то всегда можно выйти зайти и устроить вход с любой стороны не переставляя шатер потому шатер может быть оттянут его двигать крутить вокруг своей оси практически невозможно нужно все оттяжки все колышки доставать и потом только руки оттянутые установленный зафиксированный шатер имеет доступ со всех четырех сторон но не круг трудно говорить о всех сторонах говоря к круге но тем не менее с четырех сторон есть коды то есть любой стороны с этой стороны стороны можно зайти и выйти сделать в любой момент любой из этих ходов с козырьком если это надо надо без козырька в общем это очень удобно это очень здорово все молнии очень качественные застегивается без закусывания застегивается с нахлёстом здесь ветрозащитный клапан ну и юбка ветрозащитный есть по всему периметр защитный по всему периметру да она здесь раз повернута внутри палатка имеет вентиляцию потолочную которая закрывается снаружи непромокаемым ник пронкаемой частью крыши так скажем ну да зонтика так называемым оттягивающимся его можно снять в летнее время или теплое время года его можно просто демонтировать снять и здесь будет просто вентиляция через москитные сетки также каждый из четырех выходов имеет москитные сетки то есть можно вот наружную часть так который защищает нас от ветра дождя и от снега в общем от всех осадок и прочих погодных явлений от солнца ее можно подкрутить зафиксировать через петли ну да не выловиться пуговицы зафиксировать и останется москитная сетка в зависимости от температуры если это очень жарко их можно все четыре открыть снять крышу и здесь будет прекрасная при этом сохранить за тень до тень сохранится можно сделать допустим солнечной стороны козырёк вот не не подкручивать наружную часть палатки а сделать ее козырьком поставили поставить соответствующей стойке и тень будет еще и там под ним значит палатка также предусмотрена в штатной комплектации идет вот такая вот веревочка оттяжечка веревочка-тяжечка с карабином на эту веревочку мы крепим полотенце ну бывает и носки здесь сушены ну да все бытовые задачи которые бельевая веревка выполняет дома и и прочая растяжка выполняет где-то с дома на работе где угодно мы сюда все вешаем а на карабин он находится в самой верхней точке и мы вешаем фонарь и он нам здесь освещает ну да высота очень удачно у нее высота вот полный рост и только вот здесь вот начинаешь упираться головой но это не так в принципе уже не так в принципе периметр палатки как правило заполняется вещами и остается здесь большое свободное пространство для установки стола и выполнение всех поставленных перед охотниками рыбаками задач в принципе вчетвером этой палатке очень комфортно удобно оборудовать такой быт поставить там стол стулья лавки вещи раскидать да да и спать даже можно в общем палатка действительно стоит своих денег и практика это показала что очень удобно использовать вы сами видели что времени совсем много не занимает ее поставить при этом сейчас мы закинем весь наш скарб который мы привезли на три дня пути на охоты и у нас все будет сухое и будем соответственно оборудуем здесь спальные места раскладушки коврики и будем здесь отдыхать вы уже могли заметить что идет снег срывается вот он забивает вот на моих роликах с наших охот с юрой есть момент где не помню в какой части по моему вторая часть во второй части весенней охоты на гуся 2017 ее замело полностью снегом там снега сантиметра два лежала он был мокрый и при этом палатка не санин да не согнулась не лопнула ничего нигде мы и отряхнули продолжили дальше и пользоваться на морозе не дубеет удобно складывать не промокает ну не продувает то есть ну одни положительные моменты поэтому надеюсь что наш обзор был для вас полезен вот так как в интернете в сети нет толкового обзора ну надеюсь мы все что хотели до вас донесли при этом вы сможете сделать правильный выбор и пользуются действительно качественными вещами на охоте небольшое продолжение видео обзора на палатку маверик космос 400 сборка мы уже от охотились вещи табыча лежит начинаем до один человек собирает в обратной последовательности сборка выполняется правильно сначала нижней нижней части дуг подгибаются вовнутрь потом горизонтальные дуги их четыре соединения таких четыре соединения и четыре соединения верхних дуг дуг крыш обратите внимание что это все делается не торопясь то есть при этом вы смотрите чтобы ничего нигде не закусила не пережала если вы все сделали правильно то у вас вот в такой виде должно все получиться то все стягивается к центру нижние дуги собираются вовнутрь с горизонтальными верхние наружу все таким образом один человек за буквально минуту полторы максимум собрал полностью шатер 4 метра диаметре на 4 тут в принципе можно уже помочь одной рукой чтобы это все было поудобнее вот собственно внутри есть еще утяжки которым можно дополнительно скомпрессировать компрессионные утяжки ну да в принципе сейчас не холодно это когда холодно он чуть-чуть подзадубевший может там утянуть но и так он в чехол шатер влазит за большим запасом то есть место еще достаточно остается можно еще при желании туда и спальник убрать дайвер и же складушку и вот здесь дуги и колышки остались ну и как мы говорили характеристики вы все можете посмотреть на официальном сайте марик там все есть сколько он весь порядка на 25 на ну все на этом заканчиваем обзор всем